доброе утро доброе утро я еду сегодня на работу в принципе как как всегда у нас какие-то утра такие прям пасмурные вообще я такого не помню чтобы сентябрь был вот такой у нас какой-то серый первый раз такой обычно мы еще в декабре где-то пляжемся а сейчас какое-то такое вообще ощущение какой-то осенью не знаю я надеюсь что и к нам бабе лето придет вот что хочу сказать что еду на работу и сейчас работаю каждый день и честно говоря поняла что это тяжело особенно с непривычки потому что летом я вообще работала два дня в неделю то есть вообще как бы да работаешь чисто в удовольствие то есть люблю и работать люблю и зарабатывать и люблю общаться с людьми но вот как-то поняла что наверное вот многовато поэтому наверное опять поменяю свой график вот потому что каждый день что-то что-то мне тяжело у меня вообще времени на что не остается не на дом не на сад вот как-то вчера прибежала поковыряла что-то в кубе там сделала вроде легче стало вроде работу выполнила вот и что хочу еще сказать что у меня такие такие вот ощущения появились новые не знаю как это сказать правильно вот ну в общем речь о том что когда я приехала в америку да я так устала вот от наших всех вот этих вот украинских от всего просто от всего устала от нашей политики от нашего беспредела вот и я нас и от людей тоже устал и мы как-то так вот абстрагировали да абсолютно я уже говорила что не русских детей нету в школе на русскоговорящих не у нас не было то есть общение было в основном такое сугубо с американцами то есть мне этого вполне было достаточно то есть мне не было никакого там недостатка ощущения что мне чего-то не хватает то есть я общалась были там американские дети мне американцы какие-то подруги появились американские соседи выходили друг другу в гости они к нам и к ним в общем да ну наверное мой муж скорее испытывал какие-то такие да ощущения что наверное ему что-то не хватало скорее потому что понятно ты там приглашаешь идешь гости к американцам и что-то я переводила мужа что-то 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 он понимал вот я думаю что все таки ему было больше дискомфортно от этого то есть этого них не хватало честно говоря бы час вода пожившим как-то вот я бы не хотела себе американского мужа вот совсем не хотела то есть слава богу что мой муж украинский и я как-то вот последнее время тоже мне говорят почему-то хотя всех были хвалят американских мужчин американских мужей все очень хвалят вот со всех прям сторон вот но как-то я последнее время да то что я там встречаю каких-то женщин это в моле гуляю еще что-то не берет так с грустью они как-то говорят что на американский муж и тут я конечно грешь что 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 с ним не так они говорят но все равно вот нету такого вот вот этого вот понимания с полуслова до такого вот вот этих вот моментов тонких таких все равно ты не поймешь даже когда переписываюсь американ с американцами вот очень вот когда разговариваешь как бы все нормально а вот это начинаются какие-то там сокращения припинания какие-то замены замены слов и ты уже начинаешь как бы сейчас я уже тоже в этом ориентируясь да то что это все означает но опять же вот эти вот тонкости между между языками между культурами между вот людьми все равно она остается это я вот наверное я себя так вот настраивала что ну или так оно и было не за на тот момент у меня было такое ощущение что мне вообще не нужно никакое общение вот с русскоговорящими что я вообще приехала в америку я могу общаться с американцами и мне вообще этого будет вполне достаточно вот но сейчас вот опять же появляются у меня клиентки русские чему конечно я несказанно рада и вот в этот момент я поняла что действительно как мне не хватает вот тут русских таких вот девочек да с которыми можно вот ну вот это как-то по-другому по-другому как то я не знаю как это объяснить то есть меня окружают очень хорошие люди и американцы испанцы как-то мне вот повезло в этом смысле прям хороших людей встречаю вот но но вот я поняла когда я с нашими девчонками пообщалась вот но это все равно не то то есть я об этом даже не думала я даже не знала что мне этого не хватает я думала что у меня все хорошо вот но когда я встретила давать и девчонок ему же и как-то вспомнила да как с моими подругами где-то ходишь там общаешь хотя это было то же самое с американцами тоже где-то ходили тоже но все равно какая-то грань вот она остается вот такая вот не знаю как это объяснить но нету такого вот расслабона да как с нашими вот то есть как бы понимаешься и шутишь и они тебя понимают но вот я сейчас поняла что все равно это что-то немножко не то мы за вот эти два сколько года не ходили и никакие русские мероприятия у нас же проводятся елки и балеты и певцы и все все приезжают то есть я настолько мне этого вообще даже не хотелось даже близко то есть не хотелось никуда ходить ничего посещать вот туда куда-то американцы блин это бабушка сзади слава богу затормозила вот и это самое что я уже говорила все время говорю что американцы водители фиговые чтобы не сказать грубее говорят что именно во флориде так все плохо почему почему такой беспредел дорога что полиция делает в общем боже мой наши бы я уже говорила озолотились бы просто хотя у нас теперь взятки не берут посмотрим посмотрим прям интересно даже что полиция взятки не берет ну дай бог вот не знаю плохо водят так кошмар хорошо что хорошо что меня муж в этом учил водитель поэтому учил учитель муж это самое страшное что может быть наверное учитель муж кто кто водил сумму нет ну естественно я училась с этим с инструктором естественно ходила училась давала все эти дела реально учил меня водить мой муж поэтому это было страшно но теперь я говорю все учитель ученик превзошел учителя говорит так что все ты меня ты меня учил говорю поэтому тут вопросов нет вот так вот я уже я уже приезжаю на работу я вообще сегодня там сегодня практически одна ну как не про куда обеда я буду на то что сейчас быстро быстро все надо сделать я уже кстати научилась делать научилась до этого я так боялась деньги брать боже там чтоб что-то ошибку не сделать этими визами а ничего так нормально уже в общем-то наловчилась и и на ресепшене и так и сяк ну вообще мне мне интересно вообще-то все мне нравится что-то новенькое учить чем сложнее тем лучше как говорится да тем потом его результат приятнее вот уже совершенно другую степь пришла вот всегда в одессе я со своими подругами мы где-то собирались где-то встречались в общем то да всегда там надо потрещать немножко немножко надо как-то выплеснуть свои эмоции вот и получается да что вот этого вот мне не хватало так что теперь я знаю я когда когда что-то получаешь ты понимаю что а да вот это да мне нужно а когда ты об этом как-то не думаешь и наоборот я даже думала что мне это не нужно что американцы мне заменят всех но нет не заменят мне американцы все-таки нет не то поэтому существует да все эти общины и опять же как я говорила что но понятно что все друг с дружкой собираются где-то рядом все общины там польские еврейские украинские русские их куча их много по всей америки везде с тем ситофором вечно его не вижу вот поэтому да на самом деле действительно так как тебя наверно поймут свои то может быть американцы тебя и не поймут вот поэтому да все приехал на работу сейчас буду парковаться джипик джипик так близко стал боже мой кто тебя так обкакал обкакавин шип все пока пока все пока